Ты со мной Я этого не просила Я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Олег, все бабы одинаковые Я ей говорю Ну нельзя ж так, он же муж твой Ну она подумала Ладно, говорит, домой поеду Сейчас, небось, уже дома Разминулись На звонки-то она не отвечает Телефон все время отключен Так это Кристинка ж симку ее посеяла Здорово Ладно Поеду я тогда Спасибо, Николай Петрович Счастливо Внимание Автобус до Москвы Еще пять минут Поспешите Автобус до Москвы Еще пять минут И мы отправляемся Внимание Автобус до Москвы Еще пять минут И мы отправляемся Девушка, вам в Москву? Нет Автобус до Москвы Всего пять минут И мы отправляемся Внимание Автобус до Москвы Еще пять минут Поспешите Автобус до Москвы А ну куда? Стой! Куда? Стоять, стоять! Да уйди ты! Стой! Будешь знать, как сумки воровать Какие сумки? Где моя сумка? Друг, куда твой побежал? Какой друг? Товарищ председатель Какой друг? Помогите, пожалуйста Сейчас разберемся Пойдемте в отделение Отделение где у вас? Я задумалась Они выхватили сумку Я побежала за ними Но мужчина их остановил Ну и тот, который сзади На мопеде сидел Он спрыгнул И через дорогу А вот этот человек Да я вообще не придел А к товарищу следователю Парень попросил подбросить Говорит, на свиданку опаздываю Да я его в глаза первый раз видел А чего тогда побежал? Да никуда я не бежал Только это он Как заряд, ну я и сразу понял Что меня соучастником назначен Слушай, ты это своей бабушке Будешь рассказывать, ладно? Иди, посиди в коридоре А? Паспорт? Я тебя вызову Вера Николаевна Писайте, пожалуйста Вы второго вора Описать сможете? Вы знаете, так все быстро случилось Я испугалась Вот он Я его хорошо запомнил Да и лицо, мне кажется, его знакомым А вы хорошо рисуете Спасибо Я архитектор Закончил художественное училище Как ты себя по-другому Архитекторов представляла Вы узнаете? Да, это он Это он Очень хорошо Значит, будем искать Да, и будут новости, я вам позвоню Какой у вас номер? Так телефон в сумке был А, да, действительно Ну, давайте я к вам завтра зайду Хорошо, заходите Вы можете идти Спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Аппарат абонент выключен Или находится вне зоны действия сети Дезапарта Субтитры сделал DimaTorzok Он, главное, мои звонки сбрасывает и не перезванивает Наверное, какая-то корова всем рассказала Жан, а ты думала, она молчать будет? Я ничего не думала Что мне делать-то теперь? На работе его нет, дом свет не горит Мне хотя бы узнать, все ли с ним в порядке Знает он, не знает Ну, что ты молчишь? Придумай что-нибудь Слушай, у меня клиентка ждет Ну, ты хороша, подруга У меня, между прочим, жизнь личная рушится Могла бы как-то и поспособствовать Слушай, я тебе сразу говорила Что мне эта затея с телефоном не нравится Так не делают, не по-людски это Ты понимаешь? Вот тебе все бумерангом и вернулось Пойдем, Сереженька Вот Пойдем Пойдем, пойдем Нити твоей нотации Вот здесь вот уже Хозяева Хозяева, есть кто дома? Здрасте Здрасте Вы комнату сдаете? А вам квартира нужна? Да Заходите Миша Что? Квартиранка пришла Здравствуйте Мне комната нужна, но денег только на неделю, ничего? Нет, на неделю мало Положено за месяц платить Комната хорошая, отдельная Со всеми удобствами Туалет на улице Так что за месяц Извините Миш, ну что ты? Ну видно же, женщина порядочная Деньги потом отдаст Правда ведь? Да, конечно, я отдам Да я что? Я ничего Неделя так и неделя Ну? Проходи Прошу Спасибо Прошу Чтоб мы могли вот так вот посидеть, отдохнуть. Да. Давай. Вот за что я тебя уважаю, говорить ты умеешь. Давай, давай. Колись, Мишаня, откуда эти мити? Квартиранку пустили. Хорошее дело. А чего за стол не позвали, а? Да что ей с нами? А она ж с Москвы. Ну, 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 не по-люжски как-то. Хозяев должна уважать. Пошли, пузырём. Пошли. Пошли. Не понял. Зови. Пошли. Барышня. Выйди на минуту. Выходи. А это я. Ну, на минутку выйдите. Барышня. Барышня. Тсс, идиот. Что случилось? А, мы туда, да. Псс, отмечаем, ну, и, так сказать, по-соседски тебя к нам познакомимся поближе. Нет, спасибо большое, я очень устала. Извините, пожалуйста. Не понял. Куда она пошла? Устала. Что значит устала? Ха, ты понял, она меня не уважает. Э, ты что, нас не уважаешь? Давай, выходи по-хорошему. Пойдем, выпьем. Сейчас я дверь сломаю. Ну, ты что творишь? Это моя дверь. Я до тебя отдыхаю. Ты кара. Заучить на твою бузельку, как хорошая. Друзья, уважаемая. Друзья, Московская. Давай, выходи. Где? Замок мне починешь. Сейчас мы до тебя доберемся. Нету. Смылась. Куда смылась? Сбежала. Фух. Зараза. Уважаемые пассажиры, администрация вокзала убедительно просит вас не оставлять детей, без присмотров, не разрешать им одним подниматься по эскалатору и маршевым лестницам. Помните, это приводит к несчастным случаям. Женщина, женщина, гражданочка. Ваш билет, пожалуйста. У меня нет билета. В зале ожидания можно находиться только при наличии билета на поезд, уходящего в течение двадцати четырех часов. Покиньте помещение. Хорошо. Уважаемые пассажиры, в целях предупреждения правонарушений, связанных с перепродажей... Казалось бы, всё так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звёзды, взлетая наперебой. Тогда ещё были силы остаться на берегу, я этого не просила, я больше так не могу. Убежать, улететь, впечатать в ладони твоё лицо. Верните меня в начало, верните в конце концов. Смогла бы я жить на свете, смеяться и ждать гостей. Ведь я бы могла не встретить лучшего из людей. Любовь занесёт снегами, засушит июльский зной. Журавликом, оригами останешься ты со мной. Убежать, улететь, впечатать в ладони твоё лицо. Верните меня в начало, верните в конце концов. Олег, ты где был? В Южанске тебя потеряли, на звонки ты не отвечаешь, Георгий вообще рвёт и мечет. Вера пропала. Как пропала? Куда пропала? Ты в полицию заявление писал? Нет, следователя не было. Нет, ну ты как ребёнок, честное слово. В огонь он первый лезет, в воде не тонет, как в жизни, так дурак дураком. Поехали, поехали, найдём следователя. – Так, а… – На моей поехали. И что, по этим анкетам действительно кого-то можно найти? Существует порядок. Установленная форма анкеты. Ну, вроде всё. – Фотография у вас есть? – Угу. Ожидайте. Мы вам позвоним. Спасибо. Сейчас Георгию позвоним, скажем, что едем. Чёрт! Телефон у следователя оставил. Я быстро, ты подожди в машине. Угу. Да. Вы что-то забыли? Я к вам вот по какому вопросу. Я буду вам очень признателен, если результаты поисков Колосовой Веры Николаевны я буду знать раньше всех. Вы имеете в виду раньше мужа? Вы имеете в виду раньше мужа? Гораздо раньше. Такое возможно? Ничего невозможного не бывает. Ничего невозможного не бывает. Давай, держи, старик. Веру обязательно найдут. А Георгиевич его покричит, ты успокойся, что он не человек, что ли? Да. Здрасьте, Георгий Вадимович. Спасибо. Удружил. Соизволил, так сказать. Олег, ты, ты что творишь? Ты вообще в курсе, что вчера в Южанске открылся детский центр? В курсе. И что тебя там ждали? Угу. С прессой, с телевидением и официальными лицами. А ты? А ты всех умолкнул. Взял и не явился. Георгий Вадимович, это форс-мажор. Я все организовал, все прошло удачно, но Вера пропала. Я не мог. Олег, давай сейчас вот без этих розовых соплей занимайся своей женой дома, в нерабочее время. Ясно? Ясно. Я все исправлю. Справит он. Сам ведь затеял эту историю с торжественным открытием. И сам забил на нее. А на репутацию фонда, который, я надеюсь, тебе все-таки не безразличен. Тебе плевать. Да не плевать мне. Плевать. Значит так, или ты работаешь, или возишься со своей женой. Но тогда тебя здесь нет. Решай. Решай сейчас и здесь. Хорошо. Я увольняюсь. Здорово. Как закрыть? Да не могу я это дело закрыть. Прохорова, ты тут мне принципиальную не строй. У тебя кто подозреваемым по делу проходит, а? Как? А отец у него кто, знаешь? В общем, вперед и без разговоров. Поняла? Поняла? Поняла. Вот так. Войдите. Здрасте. Извините. Вы свободны? Здравствуйте. Проходите, проходите. Угу. Проходите. Мы уже закончили. Угу. Я хотела узнать, есть ли новости? Могли вы позвонить? Чего ходить туда-сюда? Нет новостей. Извините. Подождите. Я тут сегодня получила ориентировку. Муж вас разыскивает. По закону я не обязана сообщать ваше местонахождение, если вы не хотите. Не сообщайте, пожалуйста. Я не хочу, чтобы он знал, где я нахожусь. Пожалуйста. Что, все так плохо? Ну, как говорится, дело хозяйское. Вот вам бумага, ручка. Пишите. А что писать? Что я такая-то, такая-то. Прошу закрыть дело о розыске. И не сообщать о моем местонахождении. Я могу идти? Я могу идти? А есть куда? У тебя деньги-то есть? Ладно. Поживешь пока у меня. Квартирка, конечно, не пятизвездочный отель. Но жить можно. Ни в коем случае. Я не могу вас стеснять. У вас наверняка есть семья. Вообще-то, я живу одна. И потом, если я предлагаю, значит, могу себе позволить? Ну, ладно. О, господи! Да что такое? Как меня все это достало? Да, Анютик? Ой, Жанночка, у нас тут такое творится, ты не представляешь. Во-первых, у Олега пропала жена. Я не знаю, как и что, знаю, что пропало. Олег с ума сошел. Поругался с Георгием и уволился с работы. Представляешь? Офигеть. Ну, спасибо. Ой, прости. Потом перезвоню. А, ну, пока. Олег П Валыч, скажите, а что происходит? Олег Павлович, а что происходит? В каком смысле? Мне только что предложили место директора в Южанске. Поздравляю, Лёш. Как же, это же ваше место. Я больше не работаю в фонде. Как? Вот так. Я написал заявление. Так что можешь ехать с чистой совестью. А вдруг я не справлюсь, завалю всё? Сейчас. Да, следователь Хомутов вас беспокоит. Приезжайте. Ваша жена нашлась. Спасибо. Сейчас буду. Лёш, ты не переживай. У тебя всё получится. Я в тебя верю. Давай. Удачи. Боже, какое счастье. Душ, горячая вода. Спасибо тебе огромное. Слушай, прости, картошка подгорела. Вот сколько ни пытаюсь, но готовка, похоже, это не моё. Ты чего стоишь? Садись давай. Ну, хочешь кухню, я возьму на себя. А ты что, готовить умеешь? Повезло твоей семье. Да уж, повезло. Только семьи больше нет. Только не волнуйся, я не буду обуза. Я найду работу. Конечно, найдёшь. Только кто тебя без документов возьмёт? А новые будут месяц оформляться. Ладно, придумаем что-нибудь. Так, в общем, на сегодня постелю тебе у себя, а сама, пожалуй, на диване лёгу. Нет, на диване буду я. Мне будет удобно. – Точно? – Точно. Заходите. Спасибо. Одну секунду, найду вашу анкету. Угу. Прошу прощения. Да ничего. Прошу прощения. Собирайся, пойдём купаться сейчас. И... А купаться мы не пойдём. Мы сейчас пойдём гулять. Угу. 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 Красавчик мой. Давай. Пойдём, пойдём. Вот. Ну, в общем, нашлась ваша жена. Жива-здорова. Отлично. Но мест положения вам сказать не могу. Почему? Закон не позволяет. Вот, ознакомьтесь. Это скан её заявления. Яковлосова Вера Николаевна. 18.09.1982 года. Закрыть дело о розыске. Так же не сообщать о моём. Спасибо. Не за что. Это наша работа. Станислав Михалыч? Нашлась ваша потеряшка. Анют, мне срочно нужно в Новороссийск организовать. На когда? На сегодня. Как на сегодня? Мы же собирались у театра ужинать. Анют, ну работа есть работа. Сходишь с подружкой? У тебя на меня никогда нет времени. Сколько можно? Я больше этого терпеть не буду. Ну и не терпи. Кто тебя заставляет? Информацию по билетам скинешь мне на почту. И сменит он. Открывай! Открывай! Зараза такая! Что ты устроила? Открывай! Открывай, говорят тебе! Открывай! Ты что устроила? Зараза такая! Возах лещи! Ой, господи! Ой, ты посмотри, мама устроила тут! Голова одеть на плечах, соседи заливать! Да эти! Рети у неё тут! Ой, ужасно! Владимир! Олежек, у нас тут беда. И я даже не знаю, что делать. Приезжай скорее, пожалуйста. Живёте у меня, пока в квартире будет ремонт. Здрасте. Здрасте. А Серёжка, знаешь, в последнее время так плохо спит, я с ним совершенно не высыпаюсь. Вообще, мне это всё так неудобно. А Вера точно не будет против? А? Вера в отъезде. Да ты что? А когда вернётся? А давай ты не будешь задавать лишних вопросов. Помоги, пожалуйста. Прости. Конечно, конечно. Спасибо. Сумочку взяли. Сейчас пойдём с папой. Так, папа дверь открыл. Выходите. Выходите, покажу вам новое жилище. Вот. Серёжка может спать в кроватке, а ты в гостиной. Ой, нет, ну что ты. Он один боится. Ничего, я тут где-нибудь на полу лягу. Зачем на полу? У нас где-то раскладушка была, я посмотрю. Ага. Вы голодные? Надо в холодильнике посмотреть есть ли продукты, или может я в магазин схожу. Ой, нет, нет, нет. Давай я ужин приготовлю, а ты побудь с сыном. Он вон как скучал по тебе. Да? Хорошо. Смотри, какая лошадка у нас здесь есть. Смотри, Серёжа. Давай покатаемся. Вот, какая лошадка у тебя по Мишке ездит. Да, лошадка скачет просто отлично. А ты знаешь, Серёжа, как лошадка? Иго. Иго. Спасибо. Все сидишь? Ну что, нашла что-нибудь? Да, есть кое-что. Завтра нужно будет позвонить, поговорить с работодателями. Вдруг повезет. Есть у меня старая трубка. Дам тебе. Чтоб всегда была на связи. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я могу говорить английский, итальянский и французский. Что ж, прекрасно. Давайте ваши документы. Отлично. Вы нам подходите, мы вас берем. Но месяцы через три, когда наша сотрудница уйдет в декрет, да со звоном. Вы должны провести гостя по городу. История до запримечательности. Но не только, как гид. Вы должны гостя развлечь. Вы меня понимаете? Легкий ужин, приватная беседа. Ну, а дальше по обстоятельствам. И запомните главное. Желание гостя – закон. Груз до южанском укомплектован? Я тебя умоляю. Все как в аптеке. В оговоренном количестве и точно не знаю. История до сих пор. Стас, у меня, кстати, к тебе давно разговор созрел. Валей. Пора бы нам партнерские отношения налаживать. Не понял. Мне надоело быть мальчиком на побегушках, Стас. Я хочу свою долю в теле. Я вам, между прочим, фирму сохранил. И в курсе, почему она вам важна. Этик, ты, по-моему, зарываешься. Либо мы договариваемся сейчас, либо я чалю. А мой уход ты не можешь себе позволить. Я слишком много знаю о твоих делишках. И если у меня, случайно, вдруг развяжется где-нибудь язык в официальном месте… Все, я тебя услышал. Только ведь я эти вопросы один не решаю. Мне нужно посоветоваться. Это во-первых. А во-вторых? Во-вторых, ты поможешь мне найти одного человечка в городе. Женщину. Услуга за услугу. У-у-у-у. У-у-у-у. Вкуснятина какая. Да твой муж полный идиот, если упустил такую хозяйку. Ой, извини. Чё-то мне то брякнуло. Да? Все в порядке. Просто мой муж меня не упускал, я сама ушла. Как только узнала, что у него другая семья. Вот гад. И ты ему просто так спустила? Ну, там ребенок. А у меня детей не будет. Так да, тем более гад. Так, ладно, черт с ним. Давай выпьем. За тебя и твою новую жизнь. А мужика ты себе найдешь еще лучше. М-м, да. Кстати, о работе. Есть у меня один вариант. Не ахти, конечно. Любая сгодится. Тогда давай быстро доедаем и идем устраиваться. Как сейчас? Да ты что, ночь на дворе. Для этой работы в самый раз. Давай-давай, идем. Тебе понравится. Смотри. Вообще, чтоб ты знала, это лучший в городе ресторан «Восточный кухня». Ну, правда, здесь бандюки местного разлива так иногда собираются. Да ты что? Ну, зато на чай нехило оставляют. Так что я тебе уверяю, место приличное. Да ты с ума зашла, кто меня возьмет? Я даже под нос в руках не умею держать. Так, не прибедняйся. Возьмут с руками и ногами. И потом, Армен, хозяин ресторана, мне кое-что должен. Лена, прекрати. Я… Так, Вера, пошли. Ну, я тебя прошу. Вера, налево. Сначала надо было спалить, а потом жарить. Я же тебе говорил, дорогой. Какие люди, а? Здравствуйте, дорогие Лен-Джан. Я сейчас вас за столик посажу и накормлю, как своих родных. Давайте, проходите. Что такое? Мы к тебе по делу. Дорогая моя, какие сегодня могут быть дела, а? Вечер на улице. Люди отдыхают, гуляют. Давайте, проходите, потом. Подожди. Что? Моей подруге работа нужна. Возьми ее официантку. Лен-Джан, у меня официантке вообще-то комплект. Зачем мне лишнее? Хорошо. Позже поговорим. Давайте. Нет, сейчас надо. Может, ты забыл? Или я что-то путаю? Не путаешь. Лен-Джан, официантка должен быть сильней. – Ну… – Быстрее. – Ну? – Ну ты посмотри на нее, а? Посмотри. Принцесса, слушай. Прекрасно. Значит, договорились. Ты что? Обалдела? Ты знаешь, сколько это платье стоит? Да ты за всю жизнь столько не зарабатываешь. Успокойтесь, пожалуйста. Ставь уборщику уберет. Давай. Прединения мне не нужны, а сами по себе. – Простите, пожалуйста, успокойтесь. – А вот за химчистку? – За химчистку ты мне заплатишь. – Хорошо. И химчистку заплатим. И сегодняшний уже за счет ресторана. Что вы стоите? Работайте давайте. Иль. Вера, иди сюда. Слушай, там гости приходят кушать и веселиться. Они совсем не хотят чистить свою одежду. Еще раз обидишь гостя, и пусть Лена на меня не обижается, но ты работать в моем ресторане не будешь. Поняла? Я поняла, да. Иди, иди. Приведи себя в порядок и бегом к клиентам. Вы что стоите? Быстро работать идите. Спи уже, достал. Ну, как вы тут? Засыпай, мой миленький. Да, еле угомонила. Никак не заснет. Олег. Чего? Олег. А тебе никто не звонил? Ты о чем? Ну, просто я твое резюме отправила в очень крутую клинику, и они обещали перезвонить. Подожди. Мое резюме? А откуда у тебя мое резюме? Ты что, лазала в мой компьютер? Ну, я же как лучше хотела. Жан, ты немного на себя берешь. Ты еще на работу будешь меня устраивать? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Олег, я все понимаю, мы тебе мешаем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Как у нас только появится возможность, мы уйдем. Прости, я не должен был повышать голос. Я все понимаю, это нервы. И насчет работы моей не беспокойся, пожалуйста. У меня есть консультации, научная практика. Я смогу вас с Сережкой обеспечить. Анна Криво осталась? Фух… Боже, как я устала. Набегала за день, как совраска. И о чем я только думала, когда тебя в ресторан устраивало? Не, ну какая из тебя официантка? Приди, подай, поди вон. Надо себе что-то другое подобрать. Да ну, перестань. Ты что, кого-то ждешь? Вообще-то нет. А-а-а, Ленка! М-м-м-м! Ты моя, ты моя золотая! Опа-на, у нас гости! Познакомься, это Вера, моя подруга. Привет, подруга. Здрасьте. Кость, ну чего ты не позвонил-то, а? Ну чего? Ночь на дворе, между прочим. Нормальная. Тоже, голубой нормальный. Все, ночь отменяется, сон тоже. Вера, давай, давай, выпьем со знакомства, тащи бокалы. Так, Вера, будешь? Э-э-э, нет, я спать. Слушай, в общем, давай пойдем. Не будем мешать, Нароманим у человека. Ну чего? Давай, давай. Извините! Извините! Алексей Борисович, подождите. Вы же директор? Да. Что же это делается? Какой же у вас благотворительный центр, если у вас все платно? Как платно? О чем вы? Вот о чем. Это список лекарств, которые я должна купить. Подождите. Это только вам такой список дали? Что вы, их всем дают. Но только те, которые побогаче, те покупают, а у меня нет денег. А мальчик мой, он болеет. Я возьму это. Обещаю, я разберусь. Здравствуйте, Катя. Здрасте. Эти медикаменты куплены родителями? Ну да. А где лекарства центра? Вы их что, продаете? Да как вы можете? Я бы никогда… Хорошо, не вы, а кто? Я не знаю. Кирилл Васильевич сказал, машина с медикаментами еще не приезжала, а… а деткам нужно. Вот родители… А почему вы с этим вопросом к финансовому директору обратились, а не ко мне? Он сам просил по пустякам вас не дергать. Ничего себе пустяки. Ладно, я все выясню. Юля, Кирилл Васильевич у себя? Да, у себя. Здравствуйте, Кирилл Васильевич. Почему я последним узнаю, что у нас родители сами лекарства для детей покупают? Да что вы, с чего вы взяли? Говорят, лекарств в центре нет. А ведь неделю назад была поставка. Куда же они делись? Алексей Борисович, я думаю, вас неверно информировали. Да, у нас была небольшая недопоставка, но я с этим разбираюсь. Недопоставка? Да. Нейролептиков нам поставили меньше, чем мы просили, но следующую поставку обещали компенсировать. А ведь? Хорошо. Если так. У нас могут быть проблемы. Надо бы за новым директором приглядеть. Любопытствует. Да. Как бы чего не натворил. Я услышал. Адрес достал. А ты посоветовался? Угу. В долю не возьмем, но гонорар мы тебе поднимем. Грузчиком гонорар поднимай. Ты, видно, не понял? В этом городе вы без меня пальцев не шевелете. Угу. Решение окончательное. Жаль. Обещаю вам большие проблемы. С бабой своей развлекись напоследок. ПЕСНЯ Я этого не просила... Я больше... Продолжение следует...